Всем привет! С вами канал Космостар. Игорь Костолевский с самого начала актерской карьеры прочно вошел в амплуа романтического героя, любовника. Обладая благородной внешностью, высокий и элегантный, с бархатным голосом, кудрявый, с аристократическими манерами, он покорил миллионы россиян. Но мало кто знает, какая драма случилась в личной жизни артиста. Игорь Костолевский родился 10 сентября 1948 года в Москве в весьма состоятельной семье. Его отец руководил Всесоюзным объединением «Экспортлес» Министерства внешней торговли СССР. А мама владела шестью языками. Будущий актер в детстве занимался боксом. Окончив школу, два года работал испытателем в НИИ кварцевой промышленности. Затем в 1966 году поступил в Московский инженерно-строительный институт. На третьем курсе ушел из института и после неудачной попытки сдать экзамены в школу, студию МХАТ поступил в ГИТИС. Игорь Костолевский начал сниматься в 1970 году, дебютировав в картине «Семья как семья». Два года спустя сыграл в фильме Станислава Ростоцкого «О зоре здесь тихие». Особенностью этой роли было почти полное отсутствие текста у персонажа Костолевского и обилие немых сцен с крупными планами, где огромное значение имели глаза. Настоящую популярность в кино принесла Костолевскому его первая главная роль – декабриста Ивана Аненкова в фильме «Звезда пленительного счастья» в 1975 году. Оглушительный успех последовал после выхода на экраны мелодрамы «Безымянная звезда» в 1979 году. Именно эти картины сделали Костолевского кумиром миллионов и покорителем женских сердец. Новую волну популярности актеру принесла роль советского разведчика Андрея Бородина в остросюжетном политическом детективе «Тегеран» 43 в 1980 году. А песня «Вечная любовь» в исполнении Шарля Азнавура стала всемирным хитом и прочно ассоциируется с образом героя Костолевского. Актер снимался в фильмах «Весенний призыв», «Ася, и это все о нем», «Законный брак», «Гараж», «Отпуск», «За свой счет», «Сказка», «Рассказанная ночью», «Никто не заменит тебя». По главной улице с оркестром, вход в лабиринт, «Вечный муж» и другие. Первой женой Игоря Костолевского в 1981 году стала дочь дипломатов, актриса театра имени Маяковского Елена Романова. Они познакомились на съемках фильма «Отпуск» за свой счет. Игорь однозначно был главой семьи, признавалась Романова. Такой муж – идеальный вариант для любой женщины, потому что он всю ответственность всегда взваливал на себя. В этом браке в 1983 году родился сын Алексей. Но похоже, что идеальными отношениями выглядели со стороны. Потому что через 20 лет брака разразился скандал, который изменил жизнь семьи навсегда. В конце 90-х Игорь неожиданно перебрался к матери с вещами. Елена не понимала, что произошло с супругом. Она пыталась наладить отношения, но он не делал шагов навстречу. Мысль о разлучнице не пришла актрисе в голову, а зря. Через некоторое время из интервью Костолевского по телевизору Романова узнала о его новой любви. Счастливой соперницей стала французская артистка и видный деятель культуры Консуэла де Авиланд. Он встретил вторую избранницу, когда ему было 50 лет. Это произошло на банкете после спектакля, где играл актер. Когда актриса собралась уходить и стала прощаться со всеми, то Костолевский каким-то невообразимым образом оказался около нее. Мы стоим, смотрим друг на друга, а все смотрят на нас. Он попросил мой номер телефона, я дала. А потом поцеловал меня в губы перед всеми. Я подумала, это русская традиция такая, Брежнев же тоже всех в губы целовал, делилась Консуэла. Через четыре года после знакомства влюбленные поняли, что не могут друг без друга. Костолевский сказал, что не уедет во Францию. Актриса приняла православие с именем Евдокии и теперь просит называть себя Дуся Костолевская. Ради новой любви Игорю пришлось принести в жертву, бывшую жену и сына. У Елены началась тяжелая депрессия, а Алексею оставалось только наблюдать за страданиями мамы. Романова не была востребованной актрисой, поэтому не могла найти утешение в работе. Она стала объектом сплетен и злорадства, а большинство знакомых из актерского круга продолжали дружбу с Костолевским и его новой спутницей. Актриса осталась в одиночестве, так и не простив мужа. Они больше не общались, даже во время совместных спектаклей Елена старалась не смотреть Игорю в глаза. Алексей, которому на момент развода родителей было 17 лет, стал в знак протеста игнорировать отца. Потом отношения восстановились, но с парнем начали твориться странные вещи и он подался в религию. Костолевский, младший, начал записывать проповеди. Алексей считает, что в какой-то момент к нему даже явился Господь. В 2019 году Костолевский заявил, что у его Леши проблемы с психикой. Актер признался, что его сын лечился в психиатрической клинике. К сожалению, я ничего не могу поделать. У него произошел сдвиг. Он лежал в психиатрической клинике, состоит на учете в ПНД. Но мать не дает его лечить. Она, к сожалению, сама нездоровый человек и считает, что все у них хорошо. Иногда вижу сына, но не могу ничего сделать. Ну, больной человек, понимаете? Не пытайте меня, как так получилось. К сожалению, это наследственное. Я эту историю переживаю много лет. И поверьте, все, что от меня зависело, я сделал. Но я понимаю, что все это бессмысленно. В диспансере говорят, он приходит, мы его принимаем, но от лекарств он отказывается, а мы бессильны, говорил Костолевский экспресс, газете. Костолевский остается востребованным актером, живет с французской дусей и называет себя счастливым человеком. Алексей, которому исполнилось 39 лет, периодически лежит в психиатрических больницах, состоит на учете, нигде не работает. Елена давно не дает интервью и более 15 лет не появляется в театре. Они с сыном живут на деньги от сдачи одной из квартир, на ее небольшую пенсию и выплаты в театре. Говорят, что именно Игорь когда-то попросил руководства, чтобы бывшую жену не увольняли и оставили ей зарплату.